Добрый вечер, с вами снова я и фильм на вечер. Ты кто такой? Ты кто такой, я спрашиваю? И тут начинается самое... Интересное. Смотрю я, значит, трейлер к фильму Не дыши начало и что я вижу? Слепой старик не всегда был таким и все в этом роде. Все понятно, это 100% приквел Не дыши. Но нихуя, оригинальное название у данного фильма, Old Man, что никак не переведешь, как Не дыши начало. Видимо, раз в фильме снимается Стивен Лэнг, то наши прокатчики этим и решили воспользоваться и наебать весь мир. Тогда предлагаю все фильмы с Арнольдом Шварценеггером называть Терминатором, почему бы и нет. Поэтому еще раз, данный фильм не имеет ничего общего с диалогией Не дыши. Кроме актера Стивена Лэнга. Но смотреть им все равно стоит. Сейчас объясню, почему. Начну с сюжета. Фильм нас сразу знакомит со стариком, который живет в своем доме в какой-то очень отдаленной глуши. Только вот незадача, у нашего героя пропала собака. Дедок ищет собаку и находит человека. Точнее, этот человек сам находит хижину нашего героя, так как он заблудился в лесу и, случайно заметив дым из трубы, наткнулся на этот домик. Но можешь мне поверить, если я узнаю, что ты обманул меня, я прострелю тебе твои яйца. Понятно? Да, понятно. Вот тут и начинается самое интересное. Дедок начинает вести себя как учитель и задает вопросы. Молодой человек послушно на них отвечает, но периодически задает свои вопросы. У обоих друг к другу серьезные подозрения. Периодически градус недоверия подскакивает до предела. Чем же закончится эта борьба нервов? Знаете, очень тяжело держать динамику фильма в ограниченной локации. Да еще, по сути, на одном разговоре. Но создателям фильма это прекрасно удается. Трус. Трус. Фильм оказался со своей интригой. Противостояние главных героев было любопытным. Постоянно находишься в нервном напряжении, ожидая, что дальше произойдет. Длится кино всего полтора часа по времени. Так что, по сути, смотрится с увлечением. Да и нет особой растянутости сюжета. Правда, повествование в нем не сказал бы, что очень зрелищное. Затем, наконец, выясняется, как старик оказался на этой земле. И что произошло в его жизни до этого момента. Концовка которой была для меня очень неожиданной. Я боялся, что фильм в процессе развития начнет скатываться в паранойи и откровенную мистику. Да, от счастья так оно и есть. Но это не портит кино, а лишь добавляет ему шарм. Кстати, за несколько минут до конца фильма я уже понял, каким кадром он кончится. Почему-то это с самого начала лезло мне в голову. Так на деле оно и вышло. Но это все неплохо. Именно так и следовало завершать данный фильм, по моему субъективному мнению. Всем советую к просмотру данный фильм. Тут нет ничего выдающегося, но фильм постоянно держит в психологическом напряжении. Играя на нервах не только героев, но и обычных зрителей. И да, ничего страшного в кино по сути нет. Это точно не фильм ужасов. Твиллер с элементами мистики и психологии. Это да. Что же, можно провалиться с огромным бюджетом. А можно снять добротный фильм на 40 квадратных метрах. Не дыши начало, пример такой работы. С вами был я, Коллегула. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok